Мы находимся возле детской и юношеской спортивной школы. Разные виды спорта предлагаются в разных частях города. В этом здании предлагаются занятия по дзюдо и кикбоксингу. Школа была открыта в 1967 году и первое время основывалась на лыжном виде спорта. Уже позднее, в 1974 году, здесь появились направления дзюдо и самбо. Сейчас школа предлагает 12 видов спорта. На сегодняшний день мы предлагаем детям нашего города 12 видов спорта различной направленности. То есть это и единоборство, и командные виды спорта, зимние виды спорта. В нашей школе занимается более тысячи детей. В прошлом году это было 1071 ребенок. Каждый сентябрь мы ведем новый набор в группы спортивные и оздоровительные. Мы набираем, планируем в этом году набрать более 1200 детей. Мы проводим соревнования по стритболу. Проводим соревнования среди школьников 1996 года и младших по баскетболу. И принимают традиционно активный и тренерский состав, и воспитанники. Это во всероссийском Дне бегуна, кроссе нации, который будет 21 сентября. Воспитанники детской и юношеской спортивной школы участвуют на соревнованиях различного масштаба. От городских мероприятий до международных турниров. Наша съемочная группа попала на время тренировок по дзюдо. Дзюдо это японский вид спорта. В переводе на русский язык дзю это гибкий, до это путь. Гибкий путь. Еще он переводится как бы по-своему вначале податься, чтобы потом победить. Дзюдоист должен быть не только сильным, но он должен быть очень умным. Потому что он должен выбирать именно тот гибкий путь, чтобы обыграть своего соперника. В школе два действующих зала. С каждым годом число воспитанников растет. Такие виды спорта, как кикбоксинг или дзюдо, популярны не только среди мальчиков, но и девочек. Давно ли ты занимаешься дзюдо? Два года. Почему именно дзюдо? Ведь ты же девочка. Ну, нравится. У меня папа тренер. А есть ли у тебя какой-нибудь разгряд? Ну, пока первый. Так, первый раз. Ты в каких-нибудь соревнованиях участвовала? Нет, еще. Активный отдых, когда режим дополняется физической нагрузкой, формирует подрастающее поколение как здоровую нацию. Елена Чернухина, Андрей Дорошкевич, Новости.